Здесь вновь зашла, выдернула горшок, забрала там, цветок вывалила. Здесь вновь выдернула герани, пошла, значит, вот здесь выдернула целозию. Здесь порвала и пошла на дело к другому подъезду. Женщина-рецидивистка третий раз попадается на камеру. На клумбах этого дома она своровала несколько десятков свежепосаженных цветов. У Фаины Михайловны здесь растут герань, пионы, гортензия, папоротник. Все высаживает за свой счет. Только впервые за 9 лет растения начали пропадать. Если человек для себя что-то, то она взяла немного и ушла бы. Скорее всего, наверное, это все-таки где-то или продают. Но так зачем ходить? Как оказалось, в крае орудует целая цветочная мафия. Бейск, 4 часа утра. Неизвестная женщина выкапывает цветы из клумбы в сквере Бейской крепости. Она целенаправлена, прям именно к той, да? Она прям сопротивлялась. Значит, она уже приглядела днем, наверное. За растениями бережно ухаживали сотрудники Дома детского творчества. Они, кстати, надеются, что воришка вернет цветы обратно. В конце концов, если цветочниц поймают за руку, им грозит административная ответственность. Это мелкое хищение, которое совершено путем кражи, мошенничества, либо растраты, но как раз ущерб, по которому не дотягивает до уголовного дела. Но, тем не менее, административное наказание за это деяние предусмотрено. Это штраф в пятикратном размере нанесенного ущерба, но не менее одной тысячи рублей. Вы знаете, да, действительно досадно, что люди, ну, как бы не могут не то что оценить, похвалить, но просто, ну, ну, вот оборвали сирень. Она же через час паянет. А сейчас хотелось бы обратиться к мужчинам. Дарите женщинам цветы, чтобы им не пришлось воровать их на клумбе. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком.